Давайте я вам сейчас дам принципы понимания частей растений, чтобы вы поняли для чего-чего. Вот зелень, которая травяная зелень, ствол и листья травы успокаивает и расслабляет человека. Это принцип. Допустим, если вам нужно расслабление, вы устали на работе, то ствол и листья растения снимают это напряжение. Какое растение, какое вам подойдет, какое нравится? Напряжение снимается вот этим продуктом. Понимаете, все чаи это листья, вот и стебли растений, травы, травный чай, да? Потому что есть еще другие чаи, есть еще чаи, связанные со специями. И специи это сладкие специи, кардамон, фенкель, анис, еще из острых специй чай не делают, это уже суп получается, понимаете, да? Вот, то есть сладкие специи, с ними чаи пьют. Это чаи, предназначенные для тонизации организма, для того, чтобы быть бодрыми. Это утренние чаи. Вечерние чаи это просто травы. Там, допустим, ромашка, допустим, мята, цветки, цветки тоже цветки. Они, это тоже успокаивающий чай. Цветки, допустим, тысячелистника там, цветки бессмертника. Это день и вечер, день и вечер. Но цветки, они уже на гормональные функции влияют. Они такие не просто успокаивают, а еще дают счастье. Такое счастье плюс успокоение. Цветочный чай, да? Цветки из цветков. А листья стеблей просто расслабляют. Это трава. Травный чай. Почему нет ничего, кроме растения чая? Я сейчас объясню. Потому что это растение, чай, оно дает человеку ощущение счастья. Вот человек выпивает чай, ему хорошо становится. И вместе с этим ощущением счастья, также человек связывается с одной штучкой, которая называется веселящий дух. Вино, кофе, чай, наркотики. А именно, вот эти вот конопля, листья конопли, потом в маке вот эти чашечки. Это все связано с веселящими духами. Когда человек начинает это употреблять, пить, у него других трав уже нет в жизни. А что тогда пить? Ну, если чай, нельзя, значит, тогда кофе. Вот в какао нет. В какао нет кофеина. Можно. В кофе нельзя. А? Пуэр. Что-то там тоже попахивает. Я пробовал. Что-то такое, знаете, веселящее и есть такое. Когда жить скучно, можно попить. А как отвязаться? А? Я не знаю, как отвязаться. Нужно радоваться молитве. Понимаете, более высокий вкус всегда убирает более низкий. И никогда не отвязывайтесь. Нельзя не привязываться, не отвязываться. Если вы сидите на чае, на кофе, на вине, на наркотиках, не отвязывайтесь, не привязывайтесь. Правило номер один. Просто старайтесь думать о чем-то другом. Хочется? Пейте чай. Но думайте о чем-то другом. Пытайтесь думать, найти более высокий вкус, счастье. Молитва, спорт, любимое дело. Занимайтесь тем, что вам радует, что дает вам счастье в жизни. Если вы этим занимаетесь, количество веселящего духа в вашей жизни уменьшается. Все. По принципу совместимости с человеком, способности человеку переваривать эту пищу. Белки, жиры, углеводы — это теория глупая. Она правильная, но она глупая. Она правильная с точки зрения тех людей, которые мир воспринимают как комбинацию химических элементов. Потому что сама природа пищи копирует эту идею. Не надо об этом думать в бирках, жирах, углеводах. Например, листья. Листья просто. Листья. Вот вы, допустим, берете. Есть листья, можно кушать как салат. Можно их тушить и делать. Тушеные листья такие блюда есть. Все листья, они балансируют организм. Они делают баланс, создают баланс в организме. Понятно? Это самая здоровая пища. Если вы едите листья, то вы здоровый человек. И вам не надо думать, сколько там белков, жиров и углеводов. Это бессмысленно. Потому что с точки зрения энергетики надо воспринимать этот мир для здоровья, а не с точки зрения того, что там в них находится. Если там что-то не то находится, вы кушать это не сможете. Вам не понравится. Поэтому это не обсуждается. А если вы через силу кушаете, значит вы сумасшедшие. Подтверждение. Мы не будем сейчас частности разбирать. У нас на сайте бесплатная консультация. Вам расскажут. Я вам говорю в общих чертах, что такое здоровье. Зеленая пища, это пища основная для того, чтобы быть здоровым. Потому что именно эта пища и дает возможность сделать баланс. Поэтому я сейчас вам скажу, сделаю заявление. Это еще одно сумасшедшее заявление, которое будут критиковать, несомненно, на разных околорелигиозных сайтов, объясняя, какой я негодяй и мошенник. Я все равно это буду говорить, потому что я хочу, чтобы люди были здоровыми и счастливыми. Есть растения, которые по праву надо называть, ну как бы, достоянием нашего народа. Эти растения, они, к сожалению, не узнаны, нами не узнаны, но они растут в каждом дворе. Такие растения являются уникальным источником здоровья для человека. Их называют амарант и лебеда. Эти растения надо выращивать прямо на подоконнике. Лучше всего, наверное, амарант, он лучше растет. Вот что это такое? Это сорняк, который вы видите каждый день на улице. Вот. Он имеет такую метелку вверх и пару метелок по бокам, когда вырастает. Вспомнили? Такие лопухи листья по бокам. Вот они идут, лопухи листья, потом метелка вверх такая, пушистая такая, и пару метелок по бокам. Найдите в интернет слово амарант. Увидите в основном культурные сорта. Что с этой штукой делать? Вот когда эта штука вырастает, у вас на подоконнике надо занимать зеленью, потому что это дорого же стоит. Представляете, если вы будете эту тушеную зелень из шпината делать, у вас будут очень веселые расходы на питание. Потому что это большой же объем, понимаете, это надо кушать. Они увариваются каждый день, это там немыслимые деньги на шпинат будут уходить. Что такое амарант? Вы сажаете эти мелкие семена, они недорогие, можно найти без проблем. Он вырастает примерно до таких размеров, вот так. Вы берете его, просто срезаете и на сковородку. Заливаете водой, тушите, вот так вкусно. Вот так вот, прямо вкус, супер. Можно просто эти листья, вот эти с мягкими стеблями, пока мягкие стебели, его надо вот так срезать. Можете просто в блендер и делать сок зеленый пить. Вот если вы эту пищу будете кушать, половина проблем со здоровьем решено. Потому что именно зелень, зеленая пища для человека очень полезна. Это можно в салат добавлять этот амарант, просто как зелень. Это примерно то же самое, что лист салата, примерно то же самое, что и лист шпината, но дешевле. Понимаете? То есть вам вы больше в течение дня можете это кушать, потому что это растет очень быстро. Оно не требует какого-то ухода специального. Понимаете? Просто вот он. Вот если вы, допустим, вот на такую кучу насыпите очень много семян, они все взойдут. И там будет просто полотно такое зеленое. Вы будете состригать и кушаете все. И они растут больше и больше. Вот. То есть такое амара, то есть слово амарант переводится а, означает нет. Это санскритское слово, чтобы вы знали. А означает нет, приставка. Мара означает смерть. Амарант означает ведущий к бессмертию. Представляете? И у нас на каждом шагу растет хорошая штука. Я вам говорю, я проверял. Я два года питаюсь этой зеленью дома. Я когда приезжаю домой, у меня, что я делаю? Я выращиваю себя в огороде, эту штуку. Она у меня растет. Сначала у меня соседи думали, что это наркотики. Я ему объяснил. Думали, что конопля, она тоже большая такая просто. Думали, что я наркоман. Я тем более улыбаюсь, всегда хожу такой счастливый. Думаю, вот он парень. Вот. Я ему объяснил, что я кандидат медицинских наук. Я как бы следую здоровью, как правильно питаться здоровью. И поэтому зелень эту ем. Они говорят, ааа, теперь понятно. Теперь называют меня профессором. Это наркоманом называли. Вот. И все очень просто. Я выращиваю эту зелень, срезаю ее, варю. Она уваривается. И я ее пакую в пластиковую посуду и в морозильную камеру. Потом она размораживается. И такая же по вкусу, как свежая. И я всю зиму, там, осень, весну. У меня вместо тушеных овощей всегда вот эта зелень. Зелень, особенно когда человек ведет тяжелый образ жизни. У него много поездок там. Это самый лучший способ поддерживать баланс в организме. Пища очень легкая для тяжелобольных, для людей, которым плохое пищеварение, аллергические заболевания, астма, кожные заболевания. Одну зелень вообще ешьте. Вот одну зелень. Астма, кожные заболевания, аллергия. До свидания. Просто надо распределять. Половина сырой зелени, это может быть просто огурцы вместе с, там, петрушкой, укроп. Обязательно добавляйте к этому всему сметану. Молочная пища тоже очень помогает здоровью. Не просто амарант, а вместе со сливочным маслом или сметану туда налили, там, пожарили. И вот такая штука получается. Очень вкусная, полезная и дешевая, бесплатная. А где есть? Специи можно понемножку, да. Лебеда. Лебеда тоже самое, да. Она сырая, горькая, ее, я говорю, тушеные надо есть, тушеные. А амарант даже сырой, вот, ну, он тоже чуть-чуть горчит, но не сильно совсем. То есть сок амарантовый, кто пьет сок амарантовый, поднимите, кто пробовал. Горький нет. Нормальный и сильно горький. Лебеду как сок не пьют, но ее вот так пожарили, шпинат один в один. Вы от шпината не отличите, когда ее потушите. Вот один в один шпинат тушеный. А все остальное это уже, как бы, знаете, на любителя. Вот я вам сказал две вещи, которые всем понравятся, они простые, они, это как хлеб. Знаете, вот хлеб. Всем нравится хлеб. Но можно там что-то еще придумать такое есть. Но это же уже не классика, понимаете? Это не то, что будет всем вкусно. И щавель можно затушить там, и еще что-то. Много-много таких растений с голоду не помрем точно. Вот эти растения, вот эти зелень тушеная, это очень белковая, хорошая пища, дающая здоровье. И витаминов там немереные всего. Можно, знаете, еще что делать? Вы просто берите пшеничные семена, просеивайте также на подоконнике. Они быстро вырастают вот до таких размеров. Вот примерно вот такая пшеница вырастает. Пока она очень зеленая, вот эти вот листики пшеницы, еще стебель не пошел. Просто два-три зеленых листика там, да, вышло. Срезайте, и в блендере прямо получается такой сок зеленый. Он сладкий вкус имеет и очень полезный для здоровья. Вот это как раз очищение организма. Если амарант, он нужен для того, чтобы просто жить, каждый день кушать, то пшеница, вот эти пшеничные ростки пить, это нужно с утра, можно попить вот один раз стаканчик, для того, чтобы все выходило лишнее. Понимаете, вот это классная вещь для прочищения кишечника, там, всего прочего.